Приветствую вас! Я думаю, что основная проблема заключается в том, что вы написали в самом начале своего сообщения, в самом начале своего вопроса. Это то, что вы жена и мама двух деток. То есть кроме жены и мамы, как роли, у вас больше ничего нет. Получается, что определяют вас только люди вокруг вас, а следы и проблема. Нет своего ничего у вас, нет никакого ориентира в жизни у вас своего. Вы вот не написали, например, сколько лет вы замужем и сколько лет детям. Может быть у вас они там, например, погодки, может быть они у вас там как-то еще. Но как бы совершенно очевидно, что у вас ничего своего нет. То есть как личность вы не реализуетесь. Именно как личность вы не реализуетесь. В этом и заключается, на мой взгляд, одна из самых важных проблем. И, собственно, с целью, с целью нас как психологов, я вижу, например, необходимость раскрыть, вас, раскрыть в вас собственную личность. То есть чтобы вы видели в себе личность, чтобы вы могли видеть в себе личность, чтобы вы ощущали, что, грубо говоря, есть не только, ну, не только, допустим, вы как жена, да, и вы как мат, но есть еще и вы как отдельный человек. Вот, допустим, если вы как, условно, индивидуальность, как что-то неповторимое, как что-то уникальное. Вот. Это нужно отыскать. Что-то нужно отыскать, что именно в вас есть неповторимого, что именно в вас есть уникального, как именно это все, значит, интегрировано в вас. Это первое. Второе. Значит, второе, то, что мне хочется сказать, это то, что, на мой взгляд, вы чересчур много, через чур сильно вовлекаетесь в жизнь других людей. То есть я уверен, что вам свойственна такая история, как, например, тревога за близких, чрезмерная тревога за близких. Вот. Вам свойственно переживать чрезмерно, опять же, за своих близких. Вот. А это, на мой взгляд, также является проблемой. То есть проблемой является неотделимость вас от тех, кто вас, собственно говоря, окружает. Это очень важный момент, поскольку... отделять себя от людей, которые вас окружают. Крайне важно. Потому что, если этого не делать, то вы рискуете себя, ни много, ни мало потерять. Уберяя себя, вы не сделаете хорошо никому, ни своим близким, ни самой себе. То есть это вот тоже те моменты, на которые я хотел бы обратить ваше, ну, внимание. Вот. Кстати, на это вот, значит, вам нужно обратить свое внимание на эти вещи, которые я говорю. ваше, значит, именно потому, именно потому, что вы растворяетесь в людях, именно потому, что люди вас, условно говоря, определяют, именно по этой самой причине. Вам практически нереально что-то делать самой. Вам практически невозможно чем-то заниматься. И именно по этой причине вы испытываете то, что испытываете. А именно вот, ну, вот эти вот переживания, которые у вас есть. То есть, грубо говоря, вы не прислушиваетесь, совсем не прислушиваетесь к себе, что является и проблемой. Вместе с тем. Дальше идем. Вы пишите, как выйти из этого состояния. Это в корне неверный вопрос. Как выйти из этого состояния, это в корне неверный вопрос. Потому, что нужно вам думать не о том, как выйти из этого состояния, а нужно думать скорее о том, что за этим состоянием вас скрывает. О чем ваше состояние хочет сказать? Что вашему состоянию нужно? Чего вам не хватает? Понимаете? Вы же пытаетесь себя, такое впечатление, что подавите. И совершенно очевидно, что подавляя себя, вы ничего хорошего по отношению к себе, конечно же, не добьетесь. Потому, что только сильнее будете подавлять свои чувства, свои желания, которые у вас и так достаточно сильно подавлены. Вот. Поэтому здесь момент спокой. Дальше. Вы описываете симптомы, симптомы, такого явления в человеческой жизни, как тупик. Тупиковость некоторых ситуаций в жизни человека, в том числе продиктована нежеланием брать личную ответственность за себя. То есть вы берете ответственность за всех, кроме самой себя. Вы знаете, вы даже работать начали по каким-то не очень внятным, по крайней мере, с точки зрения человека со стороны, не очень внятным причинам. Вот серьезно. Почему вы начали работать? То есть, по какой причине вы начали работать? что вы хотели? Что вы хотели? Ну, сказать, показать, работой твоей и так далее. Это очень важная история. Это очень важный момент. На мой, по крайней мере, взгляд. На мой, по крайней мере взгляд. Дальше. Идем. Так. Временный братьев в меня входил много, цены устанавливали. Он не дешевый, как в этой леяльного качества. По мне, например, на высоком уровне пишите. Вы, Марьяна. И я не очень понимаю смысл того, что вы написали. В практике я поняла, что мой заработок не оправдывает ложный труд. А разве все у вас определяется столько трудом, Марьяна? Вот, опять же, это вопрос про конкретно ваш ориентир, скажем так. Это вот ваш конкретный ориентир. То есть, почему в своей работе, да, вы ориентируетесь на заработок, но не на что-то другое. Например. Понимаете? Вот это тоже то, на что нужно обратить в ваше внимание. Дальше. Выбор был невелик. Вы приходите на работу. Материальное состояние семьи было ущербным. Всем это связано. И насколько вы свою роль в этом всем этом видите. Тут мне предложили на новую должность. Другой коллектив. Так как старая уже занята другим человеком. Я, честно, не тяну, но руководитель меня выхваливает, что я умный. У меня получится. Почему вы считаете, что руководитель не прав? Какое вы имеете право морально? Я люблю оценивать, оспаривать, не руководитель разве ему не виднее. Дальше. В реальности я понимаю, что отупел за три года, память не та, растерянное образование, профильное не то. Такое действительно бывает, но то, что вы отупели, это вряд ли. Откуда вы это понимаете? На чём это базируется? На чём основывается? Завелая литературу, бабы, хоть чё, ты понимаешь, что в голову ничего не лезет. Я ничего не понимаю. А вы рассчитываете на то, что у вас сразу прям всё пойдёт? Я боюсь наделать кучу ошибок. Почему вы считаете, что ошибки это что-то плохое и что-то, что непозволительное сделать? Опозориться. Почему вас это волнует? Вы люди тупые. Почему вас волнует то, что подумают на вас другие люди? Ещё больше угоняют в себя на депрессии. У вас есть диагноз депрессия, Марьяна? Почему вы называете себя депрессием? Я очень переживаю, что я принимаю близких к сердцу, приношу это домой. Что конкретно вас задевает, Марьяна? С этим нужно работать. Что конкретно вас задевает? Я потерял и дошёл в тупик. Потерял во всём. В тупик я уже сказал. Почитайте про эту группу, пожалуйста. Состояние никчемности и потеряности жизни. Так что нет своего смысла. Ваш смысл определяется, по сути, с другими людьми. Как выбросить в голову, что это плохое и что вы сами себе обновите? Почему? Какое вы имеете право считать, что то, что происходит, что в голове это плохое? Почему вы оцениваете это как плохое? Как вообще может быть что-то плохим, а что-то хорошее? Да, вам это вредит. Но вредит только потому, что вы не понимаете, что за этим что есть. Вредит только потому, что вы себе создали определённые рамки, в которых вы должны находиться. Но эти рамки, совершенно очевидно, вам тесны. И значит, их нужно расширять. То есть, вам ничего здесь не мешает. Просто вы эту жизнь не видите, не чувствуете. Я давно перестал радоваться жизни. В каком моменте? Почему? Разве дети это не то, что радует вас? Подруги оттянулись от меня. Ну, значит, вы не можете заводить друзей, раз они оттянулись от вас. Мне уже от себя, честно говоря, точно. А вот это вот непринятие себя, которое тоже нужно корректировать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Задумайтесь над тем, что я вам, что я вам сказал. Посчитайте про игру, про... Не игру, а сценарий, который называется Тупик. Жизненный сценарий Тупик. Вот. И после, соглашаю вас на работу индивидуальную. С любым выбранным, выбранным вами специалистом. Потому что ваши проблемы достаточно серьезные. Натребуют вдумчивого и неторопливого подхода. Вот. Так что, позаботьтесь о себе и в этом смысле тоже. Желаю вам всего самого доброго. Удачи, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку. Буду рад. Vamos. Удачи-то, стоя по моему ответу. Удачи. Удачи-то меньше, очень- burned Ih. Удачи. Удачи н гator Lunой Та в день 30 минут с г-